Здравствуйте! 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 Это вам! Сейчас давайте! Все! Да! Все! Извали, отпусти сюда! Да! Есть такое впечатление, что 50-х, то есть ты из какого-то бюро школы. Где она? Нет, я не о том. Я о том, как ты их устраиваешь. Обязательно! Скажите, да, свои впечатления. Это уже первый раз вы спускались. Первый раз, когда спускалась, впечатления были сумасшедшие. А сегодня просто приятно было с хорошими людьми пообщаться, посмотреть. В преддверии Дня Шахтера, в преддверии отзвительного сезона, могу сказать точно, что в нашей земле, вот там под землей уголь есть. И слава тебе, Господи, что сегодня у нас есть и умные, сильные, смелые люди, которые его добывают и которые готовы качественно и хорошо выполнять свою работу. Это то, что сегодня самое важное. Это основа нашей энергетической безопасности. И общаясь с шахтерами там под землей, о чем они говорят? Главное, чтобы была работа и чтобы была зарплата. И любое сложное время они переживут, смогут сохранить сегодня стабильность, но только, чтобы им не мешали сегодня жить, не мешали работать и не мешали добывать наше черное золото. Потому что, знаете, сейчас так получилось. Правительство у нас лето красное пропело, оглянуться не успело, а зима катит в глаза. И завтра вопрос угля, он будет стоять один из самых важных. Потому что сегодня от нашего угля, от нашего украинского газа зависит наша энергетическая безопасность. И в первую очередь зависит то, какая будет стоимость наших тарифов. Потому что сегодня нет той семьи в Украине, которая бы не волновала, как пережить зиму, чтобы и свет был, и батареи хоть чуть-чуть грели, но еще и были деньги, чтобы заплатить за те платежки, которые сегодня получают люди. Ведь это же нереальные цели. И выход в этом случае есть только один. Это сделать все, проинвестировать, дать сегодня экономическую безопасность нашей энергетической отрасли. Это нашему углю и наш украинский газ отдать сегодня на потребности населения. Это то, что позволило бы и тарифы понизить, и обеспечить тепло в домах, и обеспечить свет. И вот это главная сегодня задача. И, конечно, поддержать наших шахтеров, наших самых мужественных, самых сильных людей. Потому что тоже, конечно, обидно. Был принят закон о престижности шахтерского труда. Был принят горный закон. Каждый год государство инвестировало в угольную промышленность, потому что понимало, что в этом основа энергетической безопасности. А в этом году получилось так, что все те преференции, которые были у шахтера по горным законам, у них забрали. Государство от инвестиций в угольную промышленность отказалось, а побежала покупать уголь в Африке, в других странах. Но африканцы долго Украину греть не будут. И мне, например, больно и обидно, почему африканские шахтеры будут иметь рабочее место, будут иметь зарплату, а наши украинские шахтеры, наши мужики, которые здесь живут, это их земля, сегодня, к сожалению, не видят перспективы. А ведь только в этом бассейне, где мы находимся, более 100 миллионов тонн угля под землей. Вот это основа нашего будущего. И здесь нужно вкладывать деньги, здесь нужно развивать сегодня добычу, и нужно видеть перспективы. Раскатруемся. А что вы взяли? Покажите. Золото, как поет Высоцкого, по-моему, песня. Вот оно, наше донбасское черное золото. Это сувенир? Ну, конечно. Я раз в 20-е, наверное, в шахту спускаюсь. У меня дома уже целая коллекция разных пород, ну, как пород марок угля. Спасибо.